Всем привет, друзья! Сегодня я хочу познакомить вас, во-первых, с некоторыми упражнениями самомассажа для кожи лица, которые эффективно помогают подтянуть и выровнять контур нашего лица, сделать его более четким, подтянуть кожу и омолодить нашу кожу, избавиться от тех ненавистых морщинок или сделать их хотя бы менее заметными. Почему самомассаж так полезен для кожи лица? Дело в том, что самомассаж является одним из самых простых и действенных способов омоложения кожи. Он и упругости добавит, и второй подбородок уберет, и морщины разгладит, и вернет его в мянец, корректирует овал лица. Но чтобы обеспечить рукам плавное скольжение и не растянуть кожу еще сильнее, обязательно нужно делать самомассаж с помощью косметического масла. Косметическое масло не только способно облегчить сам самомассаж, саму процедуру самомассажа, но оно и также насытит клетки кожи ценными компонентами, которые обладают также еще омолаживающими свойствами. И я подобрала для вас 4 компонента для нашего косметического масла, которое очень хорошо борется со многими проблемами, которые связаны у нас с кожей лица. То есть убирает сухость, питает кожу, омолаживает, убирает морщинки, заполняет глубокие даже морщинки. В общем, преображает нашу кожу и омолаживает ее в целом. Итак, первое мы добавляем оливковое масло. Я очень люблю оливковое масло, потому что оно очень хорошо увлажняет и придает упругость и эластичность нашей коже. Добавляю где-то 2 чайные ложечки. Следом за оливковым маслом я добавляю сок алоэ вера. Его очень легко найти в любой аптеке. Где-то 5 капель. Кстати, сок алоэ вера очень хорошо осветляет пигментные пятна, разглаживает и способствует выработке собственного коллагена. Затем добавляем пол чайной ложечки глицерина. Глицерин это очень классный компонент для домашних уходовых средств. И вот такое потрясающее масло, это масло жожоба, оно считается одним из лучших омолаживающих масел в мире. Вот, наверное, наравне с маслом виноградных косточек. Вот, его мы добавляем 1 чайную ложку. Легко найти, мне кажется, в каждой аптеке его. Повторюсь, масло жожоба обладает очень сильными омолаживающими свойствами. Все выливаем и хорошо смешиваем. После того, как вы хорошо размешали это масло, вы должны запомнить, что существуют определенные правила, которые очень-очень важны. Что же это за правило? Во-первых, масло, которое мы сейчас с вами приготовили, оно, ну, практически, мне кажется, может быть на 2 раза вам хватит. Ну, опять же, 2 раза это неделя, да, то есть, такой вот самомассаж я делаю 2 раза в неделю. В принципе, это нормально, и, наверное, так проще сделать вот такое вот количество масла, да, и вы раз сделали массаж, и у вас осталось как раз еще на 1 раз полностью на неделю. Но если вы не хотите заниматься этим всем каждую неделю, вы можете сделать просто все эти ингредиенты, добавлять в большем количестве. И тогда, если у вас остается много этого масла, вы обязательно должны хранить его в холодильнике. Но самое главное правило, никогда нельзя втирать в нашу кожу холодное масло, то есть, вы должны заранее будете достать его из холодильника, чтобы оно нагрелось. Вот, также очень важно помнить о том, что, когда вы наносите это масло, не нужно заливать лицом, потому что у нас, к сожалению, есть такие люди вот среди нас, да, которые считают, что чем больше, тем лучше. Нет, это не так, вы просто добитесь того, что вы закупорите себе поры, и это будет только хуже. Вы буквально макаете вот так вот в это масло кончики пальцев и вот такими похлопывающими движениями делаете массаж. Я вам сейчас расскажу, как это делаю я. Также очень важно, ну, не то чтобы даже очень важно, просто я рекомендую наносить и делать массаж на распаренное лицо. Естественно, что в нашем загруженном, да, ритме жизни очень мало кто из нас может позволить там спарить это лицо, поэтому, как делаю я, я просто делаю такой самомассаж после того, как принимаю в душ. После душа у нас в любом случае лицо распаренное, особенно если, как я, купаюсь в горячей воде, ужасно горячей. Вот, и вот после вот такого вот душа вы делаете этот самомассаж. Он занимает у вас буквально там 5 минут времени. Почему на распаренное лицо? Потому что тогда ценные компоненты, которые содержатся в ингредиентах, да, нашего косметического масла, они еще глубже и лучше впитываются в нашу кожу и, соответственно, эффект будет намного лучше. Но уже, я думаю, о таком правиле, как о том, что масло мы наносим на чистое, очищенное лицо, думаю, уже говорить не приходится. Естественно, что перед любой косметической процедурой мы снимаем всю косметику, умываем лицо, вот, и протираем, там можно его тоником протереть, чтобы убрать жирный блеск, если он имеется у вас, и после этого приступайте к массажу. Так, мы делаем массаж. Вы макаете подушечки пальцев и начинаете, допустим, я это люблю делать салва, вы наносите масло вот сюда, на нашу переносицу, да, ну, то есть у вас пальчики будут в масле. И вот такими вот растягивающими движениями, то есть должно быть вот как две линии, от переносицы и к вискам, вы вот так вот делаете и растягиваете нашу кожу. Это очень хорошо помогает, потому что здесь находятся мышцы, которые создают у нас вот это, когда мы хмуримся вот эту межбровную ужасную морщинку, которую многие так из нас не любят. И вот такими вот легкими массажными движениями вы как бы ее расслабляете, эту мышцу. Массажа же помогает, чтобы мышцы, чтобы руки, да, легче скользили по вот этим вот мышцам. Вот такие вот движения. Затем от вот этой части посерединке, да, вы переходите на наш носик, и вот здесь такими движениями, я вот беру два пальчика, так же махнули, вы как бы проводите хоп и идете по вот этой косточке, опять к виску. Таким вот способом вы также хорошо расслабляете мышцы, которые есть у нас вокруг наших глазиков. И так же это движение очень хорошо помогает, если у вас есть мешки под глазами. Сделали. Затем так же махнули, и начинайте от вот уголков наших губ, вот это вот впадинка, которая у нас идет под скулы, да, вы точно так же проходите и вот так как бы немножко ее растягиваете. Я это делаю сюда, вот так вот как бы вверх, да, вот к этой части уха. Вот такими легкими массажными движениями, опять же, давливо давиться все силы не нужно, то есть это совершенно не принесет никакого толку. И последнее я беру, макаю два больших пальца, и вот таким вот тоже движением, начиная вот отсюда, да, вот здесь от середины подбородка, вы как бы протягиваете вот этот контур лица вот такими вот движениями. Вот так вот, немножко как бы с этой стороны вы как будто вот закругляете под вот эту косточку, вот, и вот так вот хорошо проходите. Сделаете по нескольку раз, но у меня на самомассаж уходит где-то 5 минут. После самомассажа, вот что самое главное, да, для меня, это то, что лицо сразу, оно какое-то вот более такое расслабленное, вот. И что еще немаловажно, умываться сразу после самомассажа, это такой вот лайфхак, мне нужно. То есть нанесли это масло, оставьте его буквально, ну, хотя бы на 10-15 минут, чтобы оно максимально впиталось в вашу кожу, особенно если вы обладательница сухой кожи лица. Если же у вас есть прыщи, там, закрытые комедоны, то в таком случае эту масочку, вы как бы сделали, да, лучше делать один раз в неделю, и после массажа все-таки взять ватный диск и с помощью, там, тоника снять остатки этого масла. Оно впитается столько, сколько нужно, но не будет уже вот этого излишка, которое может закупорить набор и сделать еще хуже. Если же у вас сухая кожа лица, либо нормальный тип лица, тип кожи, вот, то в таком случае вы нанесли, сделали самомассаж и оставили там на 10-15 минут на лице. После чего можете смыть. Ну, опять же, допустим, у моей знакомой очень сухое лицо, это масло, оно просто впитывается, вот, как будто, знаете, земля, которая давно-давно не видела дождя, и ей не приходится смывать, потому что у нее, она говорит, что у меня вот после этого масла действительно хорошее, такое приятное лицо, и она его не смывает. Поэтому тут отталкивайтесь уже от полностью своей ситуации. Такую маску я рекомендую делать при нормальной и сухом типе кожи дважды в неделю на протяжении месяца, хотя, опять же, самомассаж вы можете делать регулярно, вот. И если же у вас жирная кожа, то тогда достаточно будет одного раза в неделю. Что, я надеюсь, что это видео было вам полезным. Если это так, не забывайте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Я желаю вам здоровья, оставайтесь красивыми как внутри, так и снаружи, и увидимся с вами в новых видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok